Прощание с годом литературы, автор сценария праздника и его режиссер Елена Коблюк начала с высокой поэзии лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака. Романс в исполнении Александра Соломатина звучал проникновенно и нежно, словно оберегая пламя горевшей свечи. Жизнь как свеча. Жизнь Бориса Пастернака – это горение. Как не может не гореть свеча, она же горит изнутри и сжигает себя. В этом году поэту Борису Пастернаку исполнилось бы 125 лет. 55 лет, как его нет с нами. Руководитель театральной студии «Рампа», артист театра и кино Михаил Коротцев собрался с судейцами настоящий венок поэтических признаний. Стихи артисты читали с упоением, пропуская звенящие строчки через свою душу. А если неожиданно наступала пауза, эстафету принимала Елена Коблюк. Борис Пастернак был многогранным человеком. Изучал историю, писал картины, сочинял музыку. Лауреат международных конкурсов, скрипачка Дарья Барского исполнила пьесу поэта. Для многих это было настоящим открытием. Год литературы книга нашего земляка Михаила Савельева по лезвию судьбы была признана лучшей. Этот замечательный факт не остался без внимания. Библиотека со своими совсем незначительными ресурсами соперничает с Домом культуры. И побеждает самое удивительное. Побеждает. Люди ходят в библиотеку, а не в Дом культуры. Удивительно. Это так здорово. 2015 год останется в нашей памяти главным событием, 70-летием Великой Победы. Поклон солдата Победы, Валентину Владимировичу Широкову, букет «Рос» и песни в исполнении любимого ансамбля «Союз-М». Конечно, в этом году, как всегда, июнь был посвящен школьным каникулам, и библиотека походила на детский лагерь. 2 июня мы открыли так называемый летний лагерный сезон. Это началась настоящая чунга-чанга для нас. Мы и плясали, и пели, и викторины проводили, и игры проводили на улице, и клеили вопросики, искали ответики с ребятами. Коллектив 4-й библиотеки неизменно отличается своими инновационными открытиями. Ни одна встреча здесь не проходит без викторин. На этот раз вопросы были подобраны на знания литературы, истории родного края. Дети постоянно опережали взрослых в ответах. А потом дружным хором пригласили в зал Веда Мороза, который тоже проверял смекалку детей. Скучать было некогда. В 2016 году Россия вступает в год кино. Но я хочу сказать, дорогие мои читатели, Мы-то с вами знаем, что те, кто читает книги, Всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Закончилось это эксклюзивное пиршество духа известной песней. И не только потому, что ее знают все, а в честь юбилея. 110 лет назад агроном Леонид Бекман написал музыку на стихи Раисы Кудашевой. И появилась песенка «В лесу родилась елочка». Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова